Добрый вечер, Павло. Перед нами Павло Богомазов, адвокат Михаила Саакашвили. Мы сейчас находимся в штабе Рухановой сил, где мы беседуем по поводу уголовных дел и гражданских дел, миграционных и административных дел против Михаила Саакашвили и его команды на Музейном переулке возле Европейской площади. И у меня первый блок вопросов, наверное, будет первая группа вопросов, это связанные сразу коротко. Переход границы, Дангадзе, Корченко, миграционное дело в суде по поводу предоставления политического убежища и дело по гражданству. Вот насколько, в принципе, мы сможем потом дальше перейти к грузинским делам, это и помилование, обвинение уголовное с приговором, которые вышли, вопросы по жваниям, по биндугидзе, разгон митинга и захват ТВ. Вот я думаю, что насколько мы сможем это сделать, это будет во второй части. Вот давайте мы... Да, надеюсь, что понятным, интересным языком, более-менее в чем-то в деталях, в чем-то не в деталях, думаю, объясню и расскажу, чтобы понимали. Да, я думаю, для Казахстана будет очень интересно, ну, в связи с тем, что, в принципе, мы говорим на русском языке, я думаю, аудитория у нас будет шире, чем Казахстан, даже и там вся Украина, и Россия, и вообще СНГ. Я думаю, что, в принципе, вот такой разговор двух юристов, кстати, то в этом плане будет полезно для всех, и в том числе для команды Михаила Сахачвили. Давайте только за, да, потому что медийность, публичность, как раз в этих делах, это одно из основных средств, почему еще Михаила не выслали из Украины, вот, и почему, по сути, эта публичность нам помогает. Это один из наших основных инструментов. Согласен. Ну, давайте, вот начнем, с какого дела мы начнем? Я думаю, наверное, с самого начала, это седьмой месяц 2017 года, когда Михаил, пребывая у родственников в Соединенных Штатах, узнал, что его лишили гражданством. Это было специально сделано во время его отсутствия, потому что мы, как юристы, и он тоже, как юрист, не смогли использовать какие-то механизмы, которые нам национальное законодательство дает, чтобы остаться в Украине. Но, в первую очередь, физически он не мог присутствовать на своем суде. Суда не было, это было, вот. Я имею в виду, что он не мог бы приехать в Украину и подать лично там, и, опять же, использовать медийные ресурсы Украины, в плане того, чтобы на судебных свиданиях отстаивать гласно, открыто свою точку зрения. Это был тихий относительно политики сезон, когда все были где-то уже в отпусках, все разъехались, то есть, специально это все было подобрано. Понятно, что это было заранее спланировано, так как, по сути, гражданство, ну, мы уже получили документы и видим, что это было так. Вроде бы, буквально за несколько дней собралась целая комиссия при президенте, который... А сколько человек там? Там, ну, в среднем, где-то 12 человек. Причем, причем, перед тем, как лишить Михаила гражданства, многих людей в этой комиссии поменяли. Поменяли. То есть, перед голосованием. Перед голосованием туда входит заместитель главы службы безопасности Украины, которого поменяли за несколько дней. Туда входит один из начальников департамента администрации президента Украины, которого тоже за несколько дней поменяли. И Порошенко принимал непосредственное участие в назначении этих людей. И эти же люди потом в отместку, ну, мы так думаем, как вдячность, как, ну, за услугу, что их назначили, то есть такая политическая коррупция, они голосовали за лишение Михаила гражданства. И причем, извиняюсь, перебью, даже был один заместитель главы пограничной службы Украины, который в 2015 году голосовал за то, чтобы Михаилу дать гражданство, теперь он голосовал за то, чтобы снять с него гражданство. Ну, это вообще нонсенс и неадекватно. Вообще, получается, эта комиссия создается президентом, люди назначаются и увольняются тоже президентом. Да, это такой квазисудебный орган. То есть без судебных разбирательств, без того, что человек может, которого лишает гражданства, прийти, подать свои какие-то доказательства. Просто на основании того, что кто-то где-то подтасовал документы, они быстро, негласно решили, подменили с собой, по сути, суд, квазисудебный орган, и все. Так не должно быть. Поэтому это Михаил поднял один из вопросов, который, что не должен быть такой орган, который подменяет с собой суд. Должна быть состязательность так. Вообще, по законодательству такая процедура была предусмотрена, что лишаться может решением просто этой комиссии без суда? Да, это согласно нашего законодательства. Но решение этой комиссии имеет рекомендационный характер. Да, это юридические высновки, результаты они дают, но окончательное решение, подпись, ставит президент Украины. Поэтому, когда Петр Порошенко говорит, что я ни при чем, это все их решение, он лукавит. Он потом, позже, на основании этой комиссии, которую сам же создал, вылепил, можно сказать, и подписывает указ. Конечно. Причем туда входят в эту комиссию все недоброжелатели Михаила, которые, его политические оппоненты, с многими из них, или с их ведомствами Михаила, то есть они против Михаила подают в суд про защиту чести и достоинства, потому что Михаил вскрывает их не политическую форму. А можно и фамилию? Ну, смотрите, например, СБУ. Заместитель СБУ туда уходит. Его коллега Демчина, которого называют куратором от президента в службе безопасности, он судится с Михаилом, он судится с Давидом Сакворалицем. А он когда подавал иск? Он подавал, да, как раз где-то после лишения гражданства. Это Михаил судится о защите налоговой службы Насиров, который всем известен. То есть с Михаилом судится, не Михаил на них подает, они на Михаила. С Михаилом судится тоже, 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 тоже. С какой службой? В основном это генеральная прокуратура, в основном это миграционная служба, в основном это служба безопасности, которую я уже назвал. Это народные депутаты из орбиты. Возникает юридический конфликт интересов. Да, да, но они же в той же комиссии, тут они с ним судятся, тут они в этой комиссии его лишают гражданства. Какова процедура лишения гражданства в украинском законодательстве вообще? То есть есть миграционная служба, которая проверяет документы, она готовит высловок, как это по-русски... Обоснования? Да, обоснования, что давать или не давать. В 2015-м Михаилу дали гражданство, тем более не просто, а в специальной процедуре на основании того, что Михаил составляет интерес. Это прямо так указано. Интерес для Украины. Почетный кандидат. Почетный кандидат, да. Ему дали гражданство. Но в 2017-м году он вдруг утратил интерес для Украины, после того, как перешел, понятно, в оппозицию. Причем основание для... Это, по сути, галочка в документе, которая стоит. И то даже подпись его не сумели нормально подделать. И это, знаете, это все равно, что, например, ему бы сказали, вы не такого формата фотографию дали. Нужно было 4 на 5, а вы дали 3 на 4. Где-то стоит галочка, поддельная подпись. Все чудесно знали, что относительно Михаила в Грузии ведутся уголовные преследования еще с 2013 года. И говорить, что Михаил об этом брал, это нужно. Придумали хотя бы что-то лучшее. Но не придумали. Какова процедура лишения гражданства вообще в законодательстве? Вот, да. Миграционная служба готовит это решение. Подает ее в комиссию при президенте. Эта комиссия рассматривает, ну, когда она там собирается. И уже говорит, что или миграционная служба была права, или не права. И если права, то подает свои рекомендации президенту. Первая миграционная, потом идет комиссия. Потом президент. Потом президент, да. Такое, троица такая. В случае не согласия человека, он имеет право обратиться в суд. Суд, да. В суд. Причем суд уже, сейчас это Верховный суд. Раньше это был, то есть не нужно первую, вторую инстанцию. Верховный суд становится первой инстанцией. Да, сейчас Верховный суд Украины, и как раз 29 числа этого года, уже новый Верховный суд будет рассматривать первый раз, слушать иск Михаила о лишении. Хотя уже сколько времени. Но, смотрите, тут они затягиваются. То есть, то судей нет, то еще они почему-то переносят. А когда нужно лишить Михаила дополнительной защиты, о которую он обратился к государственным органам, то вот переносятся буквально на три дня, на пять дней, когда по другим людям эти же суди переносят на два месяца. Ну, то есть, видно, что на суд все-таки, скорее всего, было... Сегодня Верховный суд в каком количестве человек? Пока что это будет пять человек. Там мы посмотрим. А вообще в Верховном суде сколько человек? Ой, сколько там состав? По-моему, президент в конце 17-го года около 50 человек назначен. Но слушается от пяти человек. А там по кодексу может... Ну, я, смотрите, я предлагаю возвратиться по хронологии. К моменту, когда Михаила лишили гражданства. Он был, его не хотели, и все государственные служащие говорили, что его в Украину не пустят. Ну, около месяца читали нормативку. Михаил тоже готовился. Подключали общественность. Это было нонсенс. Очень много и правозащитных организаций выступили против, что так не должно быть. И много украинских политиков, правозащитников тоже наших украинских выступили, что это неправильно. Оппозиция, в принципе, вся. А международные правозащитные были? Ну, смотрите, у нас... Амнистии Интернешнл, Фридом Хаус. Нет, от них мы не услышали ничего. Мы также обращались... Есть ассоциированная общественная организация право на защиту, право на захист, так и называется. Она ассоциирована при Верховном комиссарии ООН по делам беженства. Щековицкой, 55. Да, да, да. Их, вот вы знаете. Ну, потому что сами, я думаю, прошли много всего. И они ассоциированы при вот этом уполномоченном ООН по правам беженцев и людей без гражданства. Без гражданства. Без гражданства, да. То есть, это общественная организация, которая как раз при комиссарии ООН, она дала нам защиту, что так не должно быть, что нарушено очень много норм. Мы готовились и когда уже мы даже обращались к самим государственным органам, что пожалуйста, вы просто его в Украину пустите, чтобы он мог нормально, спокойно, без каких-либо там помех обратиться в суд, пройти суд. И как суд уже скажет, так оно и будет. То есть, суд будет точкой официально. Но, вместо того, чтобы адекватно себя повести, при пересечении границы, пункте пропуску Краковец. Между Польшей и району Львовской области. Да, то есть, Михаил с Польши в Украину, в Львовской области заезжал. Они нагнали туда тетушек. Из-за этого там начались потасовки, эти тетушки пытались там на лагере нападать встречающих и тому подобное. Михаил принял решение с народными депутатами, там около 10 народных депутатов было, с международными СМИ ехать поездом. С Польши тоже в Украину, но через другой пункт пропуска. Поезд остановили за решением украинских властей. Сказали, пока Михаил не сойдет. Поезд остановили на польской территории. Да, да, это тоже нонсенс. Но мы подали про это заявление про уголовное дело, потому что на каком основании. Непонятно. После этого Михаил со всеми людьми, чтобы не задерживать поезд, дети, люди в своих делах, они сказали, да окей, мы пересаживаемся на автобус. Забронировали автобус тут же. И поехали, но уже не через Краковец, где были тетушки, а через Шиин. То есть Шиин вообще не рассматривалось как вариант для пересечения. Приезжают они туда на двух автобусах. Первый автобус с Михаилами, народными депутатами, с польской стороны пропускают нормально. Они заезжают уже на территорию Украины. И тут их остановляют, говорят, даже не хотят у Михаила брать паспорт. Через несколько, где-то полчаса, час выходит начальник и говорит, пункт пропуска заминирован. А народные депутаты Михаила прощаются, говорят, ну окей, мы уже в Украине, поляки нас назад не пропускают. Если вы сказали, что заминировано, тут опасно, делайте что-то. Нет, стойте тут. Это тоже уголовное преступление, по сути, людей оставляют в опасности. Но после этого мы все видели, что сами уже встречающие люди, когда такая опасность, они, по сути, прошли до Михаила. И вместе с ним, на украинской территории. Попутно люди разминировали границу, да? Ну, где-то так. И в Польшу никто никуда не переходил. Вернулись туда же, по сути, на украинской территории, на пункте пропуска и вернулись. Но начали уголовное преследование. Мобильные операторы дали ведомости полиции по номерам телефонов, которые были тогда присутствовали. Это около 400 тысяч людей. Против, например, Давида... Они их запилинговали, да? Запилинговали, да, передали полиции эти номера. Против Давида Сакварлидзе, это тоже один из лидеров партии, рухнулось. А он в чем провинился? Вот, его, значит, по трем статьям. Первое, это организация трафика людей через границу. Ну, нонсенс. И я надеюсь, мы это дело похороним судеб. Хорошо, что не наркотрафика. Да, но где-то так. Потому что, ну, вообще пересечения движения не было. И выходит, по логике прокуратуры... Он тоже переходил границу? Да никто вообще не переходил. То есть, автобус уже был. А, он организовывал этот трафик? Да, но так получается, что вроде бы Давид с кем-то, Сакварлидзе, договорился про то, чтобы... Создал ОПГ. Создал ОПГ, да. И журналистов, причем там Би-Би-Си, французских, немецких, чтобы их провести незаконно через границу. Ну, нонсенс. Потом они говорят, что Давид тоже бил пограничников, хотя ни одного доказательства они... На видео ничего нету? Ничего нет. Давид, наоборот, на видео говорит, что люди, давайте уходить отсюда. Но... Вот с таким... Одного человека, Александра Бурцева, они до сих пор держат под стражей. А к нему какая претензия? Тоже, что он сам участник войны русско-украинской, что... В АТО? Да, в АТО. К нему тоже претензия, что он с Давидом вступил в незаконное соглашение. Претензия к нескольким украинским журналистам, блогерам, которые тоже подходили... Но их не арестовали? Их не арестовали, но против них тоже дело. А вот в отношении человека... И от 5 до 7 лет хотят лишения свободы дать за это. А вот в отношении человека, который сейчас уже находится под арестом, у него что-то есть на видео? Там видно на видео, да, как он одного из пограничников отодвигает. Но он его не бьет. Он его... То есть видео, где он бы кого-то бил, чтобы человек там упал или еще что-то такого отсутствует. Не было людей в балаклавах, которые бы свои лица прятали и тому подобное. Но понятно, что есть политический заказ с Киева, что нужно за это наказать. За ихние же ошибки, потому что они не дали спокойно предъявить паспорт и проехать. Боятся. Вот. Движемся дальше. Да, дальше. Вот. После того, как Михаил прибыл, он во Львов сразу приехал. На следующий день мы адвокаты. Кстати, вы забыли один момент. При пересечении границы что-то произошло с паспортом? Паспортом, да. Смотрите, Михаил покинул автобус. И со всеми народными депутатами, журналистами двинулись дальше пешком до транспорта. До оцепления? Нет, уже после оцепления, да. Потому что все было заблокировано, очень большая пробка пошли. Паспорт и у него, и много вещей, в принципе, всех людей осталось в автобусе. К этому автобусу, конечно же, полиция сразу подошла и паспорт пропал. Мы подали про это заявление. Паспорт именно не украинский, а паспорт для въезда-выезда за границу. Да, потому что украинский у него оставался на кармане. Он до сих пор не найден в заграничном паспорте. До сих пор. Но, смотрите, эти паспорта все равно аннулированы. То есть Михаил, по сути, не имел никаких документов, которые бы сказали, что да, это Михаил Зайдешвили. На следующий день после этого мы, как адвокаты, пошли в миграционную службу, чтобы подать заявление про дополнительную защиту. Во Львове? Во Львове, да. Ну, по закону, где ты находишься, там и нужно подать. А почему не в Киеве? Он же мог, по идее, доехать до Киева и там попросить. Например, я, когда в Украину прилетел, я прилетел во Львовский аэропорт, погуляли, походили по окрестностям Львова 2-3 дня, а потом проехали на экспресс-поезде до Киева и там подали заявление. И ему было бы удобнее, и мне было бы удобнее, скажем так, там, где я живу, туда и ходить, там, в миграционку или право на захист. А во Львов есть, это, получается, нужно мотаться? Ну, понятно, смотрите. В тот момент он немножко был в более тревожной обстановке, поэтому... Михаил, да, с командой тогда принял решение, что он какое-то определенное время будет во Львове. Тем более, его очень хорошо встретили оппозиционные силы, садовой мэр Львова, да, ну, и определенное время, я так понимаю, Михаил не знал, сколько будет, будет во Львове. По закону так, где ты находишься, а у нас, если больше трех дней находишься в одном месте, ты там уже живешь, так говорит закон. То Михаил принял решение обратиться именно во Львове. Ну, и он решил не рисковать, вдруг что-то такие... Ну, конечно, ну, он тут, миграционная служба, это единое государственное орган, то есть, по сути, не имеет значения. Вот он обратился, больше месяца Львовская миграционная служба в нарушении закона не давала ни одного ответа. Мы обратились в суд о бездеятельности миграционной службы. Потом, когда Михаил прибыл уже в Киев, он в Киеве пошел в миграционную службу. Вот. Киевская миграционная служба заявление от него приняла, сняла отпечатки пальцев, опрос, это часа четыре где-то длился. Вот. И на следующий день на утро сказали, что мы отказываемся в дополнительной защите. Сразу? Да, на следующий день же, да. Причем мы дали несколько сотен страниц документов разных. Что прочитать невозможно. Которые, кстати, не все были с английского языка и переведены. Это было решение Рады Европы, Совета Европы 2015 года, где идется про политические преследования Михаила и его команды в Грузии. Это было решение тоже Государственного департамента Соединенных Штатов. Ну, доповедь, доклад 15-го года Государственного департамента, что тоже политические преследования. То есть это доказательство на английском языке. 64 страницы, 8 страниц. Которые не переведены. За ночь, за ночь в нерабочее время, не переведя, вот молодцы такие вот в киевской миграционной службе сказали... Очевидно, пристрастный взгляд. А еще, смотрите, в 2015 году прокуратура Украины уже отвечала на запрос в Грузии относительно экстрадиции Михаила и сказала, что политические преследования есть. Но в 2017 году... Как раз был запрос в Грузии и они отказали. Украина теперь говорит, ну, наша, точнее, миграционная служба. Какие политические преследования? Ну, да, когда-то были, и сейчас вот мы думаем, мы думаем, что Грузия все изменилась в лучшую сторону и тому подобное. Хотя в конце 2017 года Европейский суд вынес решение относительно министра, премьер-министра Грузии времен Михаила, который уже сколько лет, 4 года, по-моему, в следственном изоляторе, что это политическое преследование... А как фамилию он? Я сейчас, по-моему, вам скажу. Премьер-министр при Сякашвили. Да, да, он был и министром внутренних дел, и премьер-министром последние годы. Что это политическое преследование как раз из-за того, что они хотели через него узнать информацию про Михаила, про какие-то его обширные счета, которых в помине нет, и которые так и не нашли за столько лет. Даже не придумали. Нам мы, по-моему, фамилия его. Да, я вам точно сейчас скажу. И, значит, теперь в 2017 году миграционная служба говорит, какие политические преследования? Нет, не видим. Документы, которые это подтверждают, они не хотят. То есть мы видим, что, в принципе, власть хочет Михаила с Украины... Любыми способами. Да, любыми способами выпихнуть, потому что он им не комфортен своими... Потому что он угрожает креслу. Да, да, да. Так, вот получается у нас вот такая ситуация, да? И, получается, мы подходим... Дополнительно... Мы подошли к дополнительной защите. Сейчас, смотрите, мы обратились в суд. Суд, как я вам и сказал, буквально там в ускоренном, форсированном режиме тоже нам отказал. Сказал миграционная служба, молодцы, да, никаких преследований мы не видим. У нас остается апелляция. Вот, если мы проиграем апелляцию, то, по сути, это развязывает руки законодательно. Вот, по беспределу и так могут пойти. Развязывает руки, чтобы Михаила попытаться экстранировать. Силой. Силой, да. Как его соратникам. А, получается, секундочку, значит, сколько инстанций в суде у нас? Первая инстанция. Район. Район. Да. Да, то есть это административные суды. Административные Киева, потом будет административные Киевской области и кассационные. Но решение вступает в законную силу после того, как апелляционный суд принят решение. То есть теоретически, даже когда он оглашает суд, он выйдет за дверь, а его теоретически могут. Мы все-таки надеемся, что под давлением общественности, так как весь мир, мы увидим, сколько журналистов все это освещает, что все-таки они на такой беспредел не пойдут. Тем более, тем более, смотрите, до того, как Михаила решили гражданство, он был несколько лет гражданином Украины. По нашему законодательству есть хороший закон о иностранцах и людях без гражданства. Статья 27, которая говорит четко. Если человек постоянно проживал и проживает на территории Украины и был лишен гражданством, его нельзя никому никуда выдавать. То есть это железобетонная статья, что Михаила не можно экстранировать. Будут ли ее игнорировать, а силой Михаила выдворят? Получается, последняя станция какая в судебной системе? Конституционная. То есть это сейчас будет, по сути, Верховный суд. Конституционная, она входит в состав Верховного суда? Да, да. То есть в новом Верховном суде создали палаты административную, по уголовным делам, по гражданским делам. Конституционные санкции рассматривают в составе пяти человек, да? Пяти и, возможно, и больше. Это уже окончательное решение и обжалованию не подлежит? Да, да. Дальше только Европейский суд по делам человека. Такого явления, как раньше, пленум Верховного суда сейчас не существует? Нет, пленум это в основном было разъяснение. То есть пленум не принимал решения по конкретным делам, он обобщал практику. Нормативное пособление? Да, и давал рекомендации. Рассмотрение по конкретным делам не делало? Нет. Сейчас нет такого? Конституционный суд тоже в этом не принимает участие. Он именно относительно... Ну, с учетом того, что дело будет рассматриваться в европейском суде, в любом случае, дело, мне кажется, однозначно положительное будет в пользу Саакашвили. Мне кажется, последнее слово за Европой. Другое дело, что до этого надо продержаться, чтобы его не выгнали из страны силой, как это делалось в беспредельной форме с мешками на голове и так далее. Вот в двух словах, можете пояснить ситуацию, кстати, и по ним, чтобы мы немножко... Сейчас, секунду, я вам сейчас скажу, да, фамилию премьер-министра Грузии, по которому принято решение Мирабашвили. Мирабашвили – это решение 28-го, 11-го, 2017-го года Большой палаты Европейского суда по правам человека. Вот, и как раз в этом решении, у нас пока неофициальный перевод с английского, что как раз и говорят, что это политическое преследование Мирабашвили было, чтобы... Это подмена, по сути, понятия, человека несколько лет держали, чтобы узнать какую-то информацию о Саакашвили. Ну вот... По соратникам Михаила. Да. Да, смотрите. Каковы фамилии для начала? Фамилия, рассказываю вам. Это Абзянит за Михаил, он когда-то Михаила был водителем. Это... Сейчас вам точно скажу, чтобы не обидеть парней. И Макишвили Давид – это подполковник грузинской армии, который был инструктором в нашей армии. Украинской. Украинской, да. Он помогал. Он в Национальной гвардии инструктировал. Он имеет очень много наград. Михаилу, он помогал в инструктаже определенное время, ну там, сколько я знаю, по охране. Вот, его экстрадировали. Экстрадировали... Так. Сколько всего человек? Там Рубашвили, Георгий был еще. Рубашвили. Рубашвили, да, Георгий. Так, 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 так. Сейчас, 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 сейчас. Цинцадзе Зурал. Цинцадзе Зурал. И журналист телеканала Руставе-2 Шавшишвили, Шавшишвили Томас. Вот, это те парни, которые, ну, в свое время так или в охране были, или помогали Михаилу, или журналист. По журналисту это вообще международное сообщество очень возмутилось, даже ОБСЕ выступал, представитель ОБСЕ. И по Абзянидзе. Абзянидзе Михаил, у него с 2014-го он в браке с гражданкой Украины. У них маленькая дочь, 8 месяцев, по-моему, 2017-го года рождения. То есть, они всем говорят, что они дали сначала неправдивые данные относительно цели пребывания в Украине, и становлять, и национальная угроза есть от ихнего пребывания в Украине. То есть, как Михаил Абзянидзе мог дать неправдивые данные, когда у него свидетельство о браке, когда у него тут жена украинка, когда у него маленькая дочь, какие неправдивые данные про цель пребывания? Фактушки гражданка Украины по рождению. Конечно, да. Или, например, журналист Амаз Шавшишвили. По нему несколько решений есть в Министерстве информационной политики, где они дают рекомендации миграционной службы про продление его пребывания в Украине. А как можно обрисовать картину по каждому, как происходил в апостации? Да, есть обобщенная. В принципе, есть по каждому со своими нюансами, но так. Служба безопасности Украины принимает пространное такое решение, что они составляют национальную угрозу для Украины. Почему? Непонятно, да. Откуда они это узнали? Какой-то, значит, журналист с Одессы обратился в службу безопасности Одесской области, что он так думает, около 40 граждан Грузии пребывает незаконно в Украине и как-то помогает Михаилу Саакашвили. Служба безопасности Украины, не проверив данных, как мы видим по многим, говорит, да, мы верим этому журналисту и обращается в миграционную службу. Миграционная служба говорит, да правда, вот же журналист сказал, вот же служба безопасности сказала, даже какое-то уголовное дело возбудили без решения суда. А есть презумпция невиновности, да, до решения суда. Миграционная служба говорит, да, но только что они делают в Украине, их нужно выставить. Вот это такая общая схема была. В два этапа их вывозили. Первых парней вывозили самолетом. Первых парней вывозили самолетом.